Решить вопрос второй смены в учреждениях образования – стратегически важная задача. Об этом говорит губернатор области Андрей Воробьев. Реализация проекта активно ведется в Щелковском районе. На протяжении многих лет это место пустовало, хотя и было отведено под строительство общеобразовательного учреждения. И вот, наконец, в микрорайоне Солнечный печально известный котлован, огороженный забором, вновь станет стройплощадкой для возведения новой современно оснащенной школы. Представители власти района на утренние встречи с местными жителями рассказали, что долгожданный социальный объект начнут строить уже в следующем году. Благодаря, наверное, совместным усилиям и самое главное, что ваши жители активной позиции школами в микрорайоне Солнечный уже теперь официально, как объект из 13 объектов Московской области, включена в программу образования 2016-2017 год. А это значит, что, наконец, будет решена проблема переполненных классов и учебы в две смены. Не так давно единороссы Щелковского района проводили опросы, собирали подписи жителей для строительства школы в Солнечном. Щелковцев губернатор Московской области Андрей Воробьев услышал. И вот он, итог проделанной работы. Новая школа в микрорайоне будет. Также добавится пристройка к уже существующей в Медвежоозерском поселении. Таким образом, стратегически важная задача губернатора исключить вечернее обучение будет выполнена и в нашем районе. Мы можем уже констатировать тот факт, прошедший четверг, на этой неделе, мы приняли за основу, то есть во втором чтении, бюджет Московской области. Строчкой там проходят эти две школы, которые здесь, в микрорайоне Солнечный и в Медвежьих озерах. Проект школы в Солнечном уже готов. Будущее образовательное учреждение рассчитано на 1105 мест. Заместитель руководителя администрации Юрий Родионов рассказал, необходимость в новой школе очевидна. В следующем году уже начнутся конкурсные процедуры. В 2016 году начинается объявление, в начале года объявление конкурсных процедур на строительство этого объекта через правительство Московской области, так как самая главная часть этого проекта, наши 88 миллионов рублей, Щелковского муниципального района на два года, 16-17, и вся остальная сумма, это более 900 миллионов рублей, бюджет Московской области. Жители домов микрорайона такой новости, конечно, рады. А когда строительство начнется, со стороны администрации, депутатского корпуса и общественности будет обеспечен жесткий контроль, чтобы уже 1 сентября 2017 года школа смогла принять своих учеников.